Я купила, подарок сделала, я же вам уже давно сказала, Библию купила. Это было до Нового года. Всё, а мне что, надо много что-то? Мне ничего не надо, у меня всё есть. Я, наоборот, становлюсь счастливее, когда кому-то что-то делаю, подарки какие-то дарю, эмоции. Сейчас пойду, там малышня будет пищать, визжать. Вот, для меня это счастье, есть такое. С Новым годом, с Новым годом. Да, сегодня я сделала покупки. Я не думала, что я на самом деле сегодня поеду к маме в гости, но потом что-то меня сподвигло, мои друзья говорят, да едь, едь к маме, побудь с мамой, пусть она порадуется. И я решила сегодня. Я сейчас одену красиво белое платье и поеду к своему брату, к ним в гости. Здоровья и счастья вам. Спасибо большое. Проводите больше времени со своими близкими, со своими родными, со своей мамой, если она у вас есть, с папой, да, с бабушкой, кого как воспитали по-разному. В любом случае есть у каждого человека какой-то близкий человек. Какой-то близкий человек. Поэтому цените близких людей, которые рядом. Денис Пактея предбедует. Мам, тебе привет от Денчика. Взаимно. Вам тоже всем привет от моего Моли. Взаимно. Взаимно, друг. Ты классная тетя для своих племянников. Вообще. Знаешь, когда я была маленькая, у меня тоже были хорошие тети. Они мне постоянно возили вкусняшки огромными пакетами просто. У нас очень было яркое детство. И игрушки, и вкусняшки, все было. Хотя я в деревне выросла, у нас самые лучшие игрушки были. Самые вкусные, вкусняшки, да. Когда еще только начинались там всякие там Марсы, Сникерсы, нам это перли просто пакетами. Поэтому мне хочется тоже сделать для кого-то что-то приятное. Если это в моих силах, если это в моих ресурсах, мне хочется это делать. Поэтому я помню, это очень счастливые моменты были. Когда ты не только, когда пакеты, да, видишь, ой, вкусняшки принесли. А просто радуешься, что к тебе пришли в гости, да, твои тети играются с тобой, куда-то возят тебя. У меня была очень классная тетя, она мне макияж делала. Когда мне было еще 5 лет, не знаю сколько, 7. Вот. То есть мы с ней так как подружки были, да. Мне очень нравилось это время. Голос. Мария, ты Айзу знаешь? Да, я знаю Айзу. Прекрасная девушка. Подпишитесь на ее канал. И ставьте лайки на ее видео. Айзу, кто будет обижать, тот получит от меня люлей конкретных. Я, когда дерусь, я ногами не пинаю, я конкретно в будку даю. Поэтому не поступаю так. Если вижу слабого человека, то бить не буду. Конкретно отстегаю словесно. А если слабый, знаете, только слабый конченый человек налетает на другого человека, как стая гиен, и забивают ногами. Это низко. Это дно. Поэтому надо силу свою показывать в разговорах, в действии. Что ты из себя представляешь? А вот так вот налетать на безвинного человека, запинывать ногами и думать, что вау, я крутой или я там крутая, это позор. Это все моржевание. Нет, наоборот, мне стало хорошо после моржевания. Вы не поверите. Вчера я весь день провела дома, и мне хорошо. Просто сейчас я... У нас во Владивостоке минус 4, а здесь холоднее, намного холоднее. Я два дня ничего не кушала, поэтому я сейчас покушала. У меня стресс для организма, понимаете? У меня все начинает работать. Вот. Поэтому есть люди, которые обжираются на Новый год, потом трудно, а я вот даже не кушала ничего. Просто я молилась. Я молилась, думала, размышляла, как мне встретить... Как мне действовать в новом году, да, в 2023. Вот. Я не пью алкоголь, не курю сигареты. Не люблю шумные компании, беспонтовые, тупые. Поэтому я провела свой Новый год, именно вот 31 число. Дома лежала, думала, молилась, общалась со своими друзьями, принимала поздравления. Вот так я и провела. А вот сегодня я конкретно закупилась подарками и приехала поздравлять своих родных. Все? Мой телефон звонит? Мой телефон звонит? Адреналин. Маржевание – это вообще классная тема. Адреналин, раш – абсолютная энергия. Да. Поэтому такие делишки, ребята. Мы уже с мамой попили чай с тортиком. Я поела роллов. Взяла в дороге, когда покупала там все для детей. Взяла роллов, чтобы покушать. Мама роллы не очень любит, а я люблю. Маме моти понравился. Вы знаете, что такое моти? Это японская сладость. Ну, я уже порезала. Ну, короче, вот такие вот штуки. Внутри творожный сын и какая-нибудь начинка там сладкая. Я говорю, мама моти. Мама такой, какой мотик? Я говорю, я моти купила. Она говорит, зачем тебе зимой мотик? Мотик – это мотоцикл. Я говорю, моти, моти, моти. Привет. Я готовила сама моти, очень вкусно. Да. Не куришь, не пьешь, зато ровно дышишь, сильно бьешь. Да. Сколько детей у РТС? Я не знаю, что такое РТС. Вкусные? Ну, мне как-то не очень, а маме понравились. Просто у меня сейчас, не знаю, с голодухи я особо не понимаю вкус пищи. Доехали благополучно, да. Дорога длинная, 200 километров. 200 километров туда, завтра будет 200 километров обратно. Поэтому дорога длинная. Но не было таких, каких-то опасных трешовых ситуаций. То есть вот прям как, прям вот так. Я слушала песни про Бога, христианские песни. Поэтому дорога была легкой. С Новым Годом. Исполнение всех желаний. Спасибо большое. Вас тоже поздравляю с Новым Годом. Пусть у вас все будет отлично в этом Новом Году. Прекрасно. Дорого солнышка, поздравляю с Новым Годом. Желаю тебе счастья, любви, успехов. Спасибо, спасибо, ребята. Я не отмечаю Новый Год, да, но я могу вам желать. Я вообще каждый день вам что-то желаю. В основном у меня тут каждый день как день рождения, как Новый Год. Поэтому я могу лишь повториться о том, чтобы все ваши мечтания, все ваши желания, они исполнялись. Чтобы вы прилагали какие-то усилия для того, чтобы ваши мечты, ваши желания сбывались. Чтобы все у вас получалось конкретно так, как надо. И чтобы все, что приготовил для вас Бог, оно исполнилось. И оно было в лучшем свете просто, конкретно. Поэтому кто там хочет машину, кто хочет дом достроить, пусть достроит. Кто машину копит, пусть купит. Кто хочет ребенка родить не может, пусть родит. Кто-то давно не видел кого-то, пусть навестит этого человека, пусть эта встреча сбудется. Поэтому всем-всем я желаю вообще всего самого доброго и светлого. Пусть у вас всегда все получается прям лучшим-лучшим образом. Аминь. Вам, да, спасибо, тебе тоже побольше. Спасибо. У меня все есть. Мне лишь хочется, чтобы все мои близкие и родные были живы, были счастливы. Это для меня большое счастье. Поэтому цените своих близких, своих родных, своих пап, мам, своих друзей, если они у вас есть, классные, верные друзья, которые не кинут, которые обмаз ноги не оботрут, когда уйдут и за спиной что-то будут говорить. Они вас защищат, они вас покроют. Такие друзья, они встречаются очень редко. И я думаю, такого друга нужно заслужить. Нужно быть таким же человеком, который тоже сможет прикрыть тылы, прикрыть спину и быть с вами до конца. Подобное притягивает подобное. Комментарий мамы. Подобное притягивает подобное. Ребята, мне надо переодеться. Я хочу одеть беленькое платье красивое, потому что когда выезжала, не надела его, чтобы не париться в машине туда-сюда неудобно. А сейчас надену, поеду к брату в гости. Спасибо за теплые слова.